На часах 5 утра, а у коммунальщиков разгар рабочей смены. Дворники подметают тротуары, техника работает на проезжей части. Уборка города начинается в три ночи. Именно в это время на магистрали выходят спецмашины. Улицы подметают и моют. Первые прибивают пыли песок к асфальту, вторые сметают их к обочинам. Последними за дело берутся дорожные пылесосы. За смену коммунальщики переводят в порядок более 300 километров дорог. При помощи дорожных пылесосов с городских улиц убирается до 20 тонн грязи и песка. Каждую смену выходит до 27 единиц. Утренняя смена начинается с 3, а вечерняя смена – это с 8 вечера. А дворники выходят уже на добор после техники с 5 утра. Но этого недостаточно, уверены городские власти. Претензии к уборке есть. Это показала и проверка. Мэр Волокда Андрей Травников вместе с представителями подрядной компании проехал по городу в часы утренней уборки. Так, например, на улице Конева плохо вычищены проезды. У вас идет дворник вдоль тротуара. Он должен прометать как раз до радиуса, чтобы вымесить все в лоток, чтобы техника потом забирала. А вот здесь вот дворник немел. Если бы он здесь каждый день ходит, прометал хотя бы по одному выезду вот так вот, то за две недели бы улица была бы более-менее нормальная. Получается, что песок и грязь, скопившиеся у выездов, разносятся по проезжей части. И таких замечаний много. Остановочные комплексы на улице Герцена, обочина на Советском проспекте, везде есть недоработки. В целом, уборка сегодня ведется достаточно масштабно и неплохо. Но вот на такие огрехи, конечно, нужно обращать внимание. То есть пропущенных участков не должно быть. Не должно получаться так, что смет остается на тротуарах или в приладковой части. Есть вопросы по уборке парковочных карманов. Одна из рекомендаций мэра – вывести дорожные пылесосы АИ в городе 3 на круглосуточный режим работы, а также провести беседы с персоналом. Как показала проверка, зачастую качество уборки обуславливается человеческим фактором. Так получается, когда к работе коммунальщики подходят спустя рукава. Напомним, такой подход отражается и на выплатах. Так в мае компания, обслуживающая городские улицы, опять получила штраф. И если меры не будут, принятые ситуации может повториться и по итогам этого месяца.